Музея Западно-Восточного Искусства Что вы начали новый цикл фото-выставок у себя в музее Была выставка Яны Зеркаловой И сейчас продолжение этого цикла Путешествие Доброго Медведя Что это за выставка? Вам вопрос как организатор Путешествие Доброго Медведя Это первый фото-проект Большого благотворительного проекта Your Photo Helps Мы придумали этот проект Где фотография помогает детским домам Интернатам, домам престарелых Мы привозим в Украину Известных фотохудожников Показываем их И благодаря продаже календарей Другой полиграфической продукции Открыток Фоторабот непосредственно Мы собираем деньги Для этих заведений Хорошо Путешествие Доброго Медведя Можно сказать, что выставка посвящена Животам, экзотическим местам Там, где, как правило, не всегда Получается, бывала нога Ступала нога человека Собственно, вот про сами работы Да Это фотографии из Арктики Антарктики, Африки То есть практически все континенты Представлены Это тревел-фотографы Которые постоянно находятся В путешествиях То есть они снимают В различных, очень отдаленных Ухолках планеты И путешествие Доброго Медведя То есть мы выбрали именно Медведя Потому что это как символ нашей выставки И потом пришла идея сделать его добрым И он будет ездить по стране По Украине Мы начинаем с Украины Потом ищем сейчас партнеров за рубежом Чтобы провести эту выставку И он будет ездить по миру По стране И помогать Хорошо Я знаю, что тут не только украинские Действительно международная выставка Не только украинские фотофудожники Еще также участвовали Американские, итальянские, швейцарские Как я знаю Еще ряд других стран Как проходила работа Как проходил отбор Я долгие годы занимаюсь Проведением международных фото конкурсов И у меня сложилось Много дружеских контактов С различными фотографиями по всему миру И это мои хорошие друзья Я им написал Попросил о помощи Что мы делаем благотворительный проект И они откликнулись на нашу просьбу И прислали безвозмездно свои фотографии Которые мы презентуем в музее То есть они уже целенаправленно выбирали сами Да, фотографии Вы это собирали? Ну, мы коллективно выбирали Они присылали фотоработы Которые они считают Хотели бы видеть на выставке Я отбирал Это была коллективная работа Скажем так Хорошо Будут ли сами фотохудожники на выставке? Будут одесситы Будет Евгений Самученко Будет Игорь Ландер К сожалению, иностранных фотографов не будет Но одесситы Мысленно они будут сами Это хорошо Екатерина Собственно То, что вы начали цикл Это хорошо Почему именно Чем вам понравилась данная выставка? Почему решили провести ее у себя в стенах? Ну, вы знаете Мы с Алексеем достаточно давно Вели переговоры О проведении такой выставки И такой проект должен был обязательно состояться И тут уже Музей Западно-Восточного искусства Скорее тоже проявил некую инициативу Для того, чтобы Мы действительно ее открыли Потому что цель важная И ее форма и исполнение Тоже очень здоровская Потому что Алексей молчал Фотографии, которые будут представлены на выставке Это победители многих международных конкурсов В том числе Они публиковались на обложках Международного журнала National Geography Которые знают все Это отчаянные ребята Храбрецы Которые отправляются на край света Куда действительно Как вы правильно сказали Не ступала нога обычного человека Он видит те природные явления Встречается с теми животными Либо видит какие-то пейзажи Которые, к сожалению Из-за разнообразной деятельности человечества Подвержены исчезновению Тот же белый медведь Который выбран как символ добра Да, да, это наша какая-то связь с детством Добрый мишка, который своими большими лапами Укрывает нас Оберегает от опасности Не зря был выбран символом И мы надеемся, что эта выставка Поможет одному из интернатов Которому организаторы помогают Соберет достаточную сумму Чтобы более чем стать деткам Которые проживают с синдромом ДЦП Была активная помощь И надеемся, что это станет стартом Из нашего музея Пойдет доброй традиции По музеям и выставочным пространствам Украины То есть, собственно, цель выставки Это все-таки как бы привлечь внимание людей К проблемам вымирающих видов животных Целей очень много Действительно Во-первых, это хороший С визуальной точки зрения проект Он такой вот, знаете, добрый, светлый И он про настоящее Он про то, что происходит Есть пока на сегодняшний день На нашей планете Хозяином чего мы являемся И проект открывается В первый день зимы Он вот такой вот зимний Удивительный, сказочный И, конечно же, это вот такая вот Благотворительная миссия Помощь детям Которая посильна абсолютно каждому Любому человеку Потому что можно приобрести Сувенирную продукцию Какой-то календарь Который он будет напоминать О походе в музей Там, как человек посетил выставку При этом будешь знать Что эта денежка Помогла какому-то маленькому человеку А вот, Екатерина, я хотел с вами поговорить То есть, все-таки Музей Восточного искусства Это Западного и Восточного Простите, пожалуйста Западного и Восточного искусства Конечно же И как раз Это ваш музей показывает Собственно, чаще всего Выставляются Чаще всего выставляется живопись Сейчас все-таки Как вот Почему именно пришли к тому Что нужно Осветить и фотоработы И что, собственно, нас ждет впереди Давайте немножко заглянем Вы знаете, у нас проходят Разные выставки Это и живопись И фотографии Достаточно часто У нас выставляются фотографы В том числе и Виталия Плачко Который вот тоже любит Забираться в какие-то такие Отдаленные места И приоткрою небольшую завесу Такую тайну В этом году Вернее, в 2018 В мае Тоже будет его выставка Музей западно-восточного искусства Но 1 декабря Например, в день открытия Выставки Путешествия доброго медведя Также откроется Очень интересный Такой синтез Двух схожих проектов 2017 год Это год Японии В Украине Год культур Японии И, конечно же Наш музей Как эпицентр Всех событий У нас очень активно В этом году работает Восточный отдел Как просветительский Как такое Заполнение досуга людей У нас откроется выставка Японских кукол Созданных руками Украинских мастеров И в этот же день Откроется Извините, можно ли предположить Что это выставка Которая уже бывала В вашем музее? Нет, это другая Другая совершенно Вы понимаете, сколько в Украине Действительно людей Погруженных Плотно занимающихся Действительно Японской культурой И в этот же день Откроется выставка Внимание Японских комиксов Манго Об украинских военных То есть Юная художница Японка Проживающая в Японии Настолько Как-то пропустила Через себя События Происходящие в Украине Что она создала Цикл Вот таких Графических работ В стиле манго Который нам любезно Предоставил Министерство иностранных дел При поддержке посольства Японии в Украине И вот 1 декабря Также откроется у нас То есть Музей западно-восточного искусства Живет полной жизнью И может каждый найти Для себя Какие-то интересные мероприятия Вы часто через себя Японию пропускаете? Нет, не часто А девушка Видите Маленькая Из Японии Пропустила через себя Украину Я думаю 1 декабря Будет такой Синтез культуры Вы пропустите через себя Японию Девочка Собственно Все фотографии Из тех стран Которые были присланы На эту выставку Хорошо Но вы сказали В начале проект Под эгидой Который это сделает Расскажите немножко Про него Все-таки Давайте Совершенно новое Наверное Все-таки Да Я долгое время Искал Социальную Составляющую фотографии Мы занимаемся Организацией Международных фотоконкурсов Уже около 5 лет На различную тематику Арктика Антарктика Фототревел Вас могли видеть в Одессе Нет Не могли Все-таки Вы для Одессы Явление новое Расскажите Вот И Ежегодно Мы проводим Украинские конкурсы Ukrainian Photo Awards Фотографии Будут тоже Показаны В электронном Правда Виде На открытии Выставки Вот То есть И мы придумали Социальный проект Your Photo Helps Мы привозим Фотохудожников Которых В Украине Скорее всего Не было До этого времени Потому что У нас есть контакты И мы с ними дружим И их печатаем Провозим по Украине И тем самым Помогаем Детям Хорошо А вот Интернат Про который Говорит Собирайте на него Средства Все-таки Давайте Эту составляющую Еще раз Осветим А на конкретно Что-то собираете Ежемесячно Интернату Нужны деньги Для того Чтобы его Воспитанники Комфортно Там жили Поэтому Я сам Являюсь волонтером Уже несколько лет В этом интернате Я ездил туда Я помогал деньгами Вот И сейчас Сейчас Этот проект Будет помогать Этому интернату Это на нужды На лекарства На одежду На какие-то Рождественские подарки Ну хорошо А какая сумма нужна Давайте так Действительно Смотрите Насколько я правильно понимаю 1 декабря В день открытия выставки Выставка Бесплатная Для посещения Потом она Совершенно немного Будет Вход будет стоить Совершенно немного Меньше одного доллара Да Ну если так считать Конечно Но Нужно чтобы Много людей приходило Потому что Действительно посыл Есть Благотворительный Поэтому Давайте уточним Я понимаю Что одесситы Услышат сумму Все таки Это должно произойти И культурно осветиться И все таки Вот этот стержень Которая слава богу Есть у одесситов Прийти и помочь Честно говоря Я не думал Я не думал О сумме Потому что Это Первый Пробный Благотворительный Проект Мы никогда Не делали Таких благотворительных Проектов Поэтому Говорить сейчас Я бы мог Сказать в потолок Какую-то сумму Но это Было не правда Говорить в потолок Помочь Тем самым Помочь Ладожинскому Интернату Сколько работ Будет всего На выставке На выставке Будет порядка 70 работ Из 15 От 15 Фотографов Где-то Порядка 10 Стран Мира Они живут В 10 Странах Мира Это лучшие Это лучшие Работы Представлены Практически Все континенты Арктика Антарктика Африка Европа Азия Южная Америка Национальные парки США Практически Все Самостоятельная работа Или есть дептихи Самостоятельная работа Или есть работа Которая состоят Из двух Самостоятельная работа Слушайте Ну замечательно Давайте так Подытожим 1 декабря По 12 декабря У Одесситов Есть прекрасная возможность Посетить эту выставку Путешествия Доброго медведя Само название Такое, что уже хочется Посетить Еще не видел А уже нравится Из 15 стран Фотографы Около 70 работ Вы сказали Замечательно Открытие В 18.00 В 18.00 Да В 18.00 В 18.00 Будет открытие Также на открытии Будет Небольшой мини-концерт Одесской группы Паблик Драма Можно будет Послушать Исполнителей В очень необычном формате Будут представлены Украинские Украинские стихи Эпохи Расстрельного Возрождения И в такой необычной В необычном синтезе С музыкальным Переосмыслением Будет интересный Эксперимент Знаете, вот Как в начале 90-х В Одессе была модная фраза Надо ехать Тут надо идти Надо идти Надо идти Спасибо вам большое Екатерина Спасибо большое Алексей Говорили мы про выставку Путешествия Доброго медведя Еще раз Напомню 1.00 Открытие 12 дней Будет открыта выставка Музей Западного И Восточного Искусств Спасибо вам Что посетили Нашу студию У вас студия Репортер Я провел Александр Вейсман Всего доброго До свидания